Небольшой вопрос. Сколько свитеров должно быть у мужчины? Ответ – сколько его души угодно. А если серьезно, то хороший свитер может стать универсальной частью вашего взаимозаменяемого гардероба. Но как выбрать хороший свитер, когда их так много? Начнем, пожалуй, с классического V-образного выреза, такой вот сейчас на мне. Мне в них нравится, что их можно надеть и с чем-то нарядным, или с чем-то casual. Он бывает всевозможных цветов и паттернов, но это, пожалуй, самый универсальный свитер, который может быть у мужчины. Если вы новичок в плане свитеров и хотите добавить парочку в свой гардероб, хотите, чтобы он сочетался почти со всеми нарядами, то лучше выбрать одноцветный, и я бы рекомендовал выбрать от темно-серого до светло-серого. Что прикольного в сером – нейтральный цвет, который будет сочетаться с другими вещами. После серого отличным выбором будет темно-синий. Можно выбрать и светло-синий, но надо учитывать, что это уже будет более casual. В целом я заметил, что мужчины выбирают более темные оттенки. Почему? Ну, на такой свитер можно посадить пятно, и оно не будет сильно заметно. Такие свитеры будут более нарядные и формальные, но их также можно надеть и в обычной обстановке, и темные цвета проще сочетать. Но тем не менее, светлые свитеры тоже хороши. Особенно светло-серые или бежевые. Но вот что мне действительно нравится, это когда у вас уже есть парочку свитеров в гардеробе, то можно начать добавлять и рисунки. Но, конечно, не стоит впадать в крайности. Нужен такой рисунок, который бы сочетался с другими вещами в вашем гардеробе, чтобы он был запоминающийся. Поэтому маленькие и повторяющиеся паттерны вполне подойдут. Но если вы хотите все же что-то более яркое, тогда давайте взглянем на нашу следующую категорию. Это этнические свитеры. Первый этнический свитер, о котором бы хотелось поговорить, это Фер Айб свитеры. Он стал популярным в 1921 году, когда принц Уэльса начал ходить в нем на публике. Они появлялись на островах Шотланд и определялись характерной вязкой, и в целом дальше Шотландии эти свитеры не распространялись. Пока не появилась фотография, которая и задала тренд, который захватил мир в течение последующих десяти лет. Мода на такие свитеры появлялась и исчезала. Сегодня это уже считается современной классикой. Можно встретить разные компании, которые делают такие свитеры. Они не всегда следуют традициям, которые присущи Фер Айлу, но в целом сам стиль состоит из повторяющихся маленьких рисунков. Парни, я знаю, что у вас есть свое мнение, поэтому мне было бы интересно его узнать. Пишите в комментариях, какой ваш любимый стиль свитеров, а какой стиль вам не нравится. Мне интересно узнать. Оставляйте комментарии. Далее идет джемпер Арон, который получил свое название в честь островов Арон в западной части Ирландии. Вокруг этого свитера ходит много мифов, но суть в том, что все эти рисунки и вязки, они все имеют свою символику и поверье. Некоторые люди относят их к определенным кланам. Есть даже истории, что если рыбак упал за борт, то его могут опознать по рисункам. Но в общем, суть в том, что эти истории сохранились. В 1940-х годах эти свитеры начали набирать скорость в продажах, и поэтому сейчас у нас есть современная классика, которая состоит из очень универсальных и толстых свитеров, особенно если в них используется необработанная шерсть. Она даже может немного пахнуть овчиной, когда намокнет. Но плюс в том, что это очень тяжелые и теплые свитеры, которые устойчивы к износу. Свитеры Гарнси появились на севере Франции. У них сложная история, как и у свитеров Арон. Это свитеры для работников, которые уходили в море, и им надо было сохранять тепло, даже когда они промокали. Фишка этих свитеров в том, что у них нет переда или зада. Их можно надевать и так, и так. Хотя в современных моделях есть намек на заднюю часть, но традиционно это были очень утилитарные свитеры. Он был создан, чтобы его быстро надеть и не думать ни о чем. Это универсальный свитер. Я не буду говорить вам, что один материал лучше другого. Все зависит от того, что вы хотите и как вы хотите, чтобы служил вам этот свитер. У меня есть свитеры из хлопка, которые не будут супер теплыми, но зато я могу их закинуть в стирку. Они очень прочные. Некоторым по 10 лет уже, а они до сих пор функциональны. А вот шерсть, кашемир или альпака – это уже более люксовые материалы, поэтому вам придется уделить больше внимания для ухода за ними. Зато у них лучшие изоляционные характеристики. Можете посмотреть, как отличается необработанная шерсть. Какая она толстая. Это та самая шерсть, которая колется. Она зато будет самой дешевой. Но лично я бы присматривался к шерсти мериноса. Это уже будет более мягкая шерсть. А если вам позволяет бюджет, тогда можно купить кашемир или альпаку. Кстати, на альпаку у людей практически нет аллергии. Свитер с круглым вырезом. Такой же, как и с V-образным вырезом, но чуть более кэжуал. Они скрывают воротник. Их можно носить, если воротник не слишком узкий. Но в целом это хорошие свитеры. Особенно если изготовлены из качественных материалов. Их можно носить на футболку или на рубашку с длинным рукавом. Они служат отличным дополнительным слоем, особенно если они тоненькие и прилегают к телу. Я бы брал себе одноцветный свитер, но вы можете также найти и яркие цвета, или рисунки. Давайте же обсудим свитеры с высоким горлом. Знаю, что многие из вас скажут, «О, нет, это не мое». Но дело в том, что большинство людей не умеют правильно носить такие свитеры. У них не хватает уверенности, или у них печальный опыт. У них, наверное, в детстве был такой свитер из самой дешевой шерсти, и у них постоянно кололась шея. Если вы решили взять себе свитер с высоким воротником, то выбирайте одноцветный. Может, темно-синий. Он должен прилегать к телу и быть изготовлен из высококачественной шерсти. Мириносовская шерсть, кашемир или альпака. Большинство парней не носят свитер с горлом. Они не уверены в нем. Им проще сказать, что это не их стиль. Ну а как насчет того, чтобы выделиться и надеть такой свитер? Если это все же слишком для вас, то можно попробовать свитер с невысоким воротником. У такой модели воротник поднимается вверх, но не складывается. Он просто закрывает горло. Это, можно сказать, что-то среднее. Можно увидеть множество примеров. Стив Макуин носил такой со спортпиджаком. Джеймс Бонд ходил в таком, кажется, в спектре. Очень много крутых образов. Просто надо потренироваться носить такой свитер. Надо найти что-то хорошее, может, кашемир, чтобы у вас были приятные ощущения. Следующий тип свитеров не так просто найти. Это свитер худи. Допустим, вы и так носите худи. Почему бы не взять себе вязаный? Потому что это и есть свитер, когда он связан из пряжи. То есть, сама ткань очень хорошо тянется, в отличие от плетеной. Но дело в том, что большинство худи из плетеной ткани. Поэтому ищите вязаный. Он может быть чуть дороже, но если вы носите худи, вам нравится этот стиль, то это повысит и ваш стиль. Люди заметят разницу, несмотря на то, что это тот же самый худи. А теперь давайте обсудим вязаный пиджак. Я недавно о них делал видео. Мне очень нравится, как выглядят такие пиджаки. Да, на расстоянии они выглядят как пиджаки, но вблизи ты начинаешь замечать все отличия и детали. От лацканов до наших карманов. Они часто идут двубортные. Да, такой пиджак является более кэжуал, чем блейзер или спорт пиджак. Но в них сохраняется эта нота. Поэтому если вы одеваетесь кэжуал, и вам нужна одежда, которая будет прилегать к телу, и у вас подтянутый торс, то такой пиджак поможет подчеркнуть вам это, при том еще и выделиться. Но если вязаный пиджак это слишком модно для вас, давайте тогда взглянем на кардиган. Они в ходу еще со времен Крымской войны. Так что это уже настоящая мужская классика. Классический кардиган это свитер, который полностью расстегивается спереди. Обычно это пуговицы. Иногда на них можно встретить лацканы, поэтому чем-то он похож на пиджак. Но обычно у них нет лацканов, и пуговицы идут до самого верха. Но в целом кардиганы очень элегантная вещь. Мне на ум не приходит более яркого примера, чем мистер Роджерс, но есть сотни хороших стильных примеров, когда мужчины носят кардиганы, поэтому, думаю, у вас тоже все получится. Это приводит нас к свитерам на молнии, но я бы не сказал, что это кардиган, потому что кардиган на пуговицах. Кто-то и называет их кардиганами, но я говорю, что это свитер на молнии. Еще я скажу, что это наименее универсальная вещь. Так что я бы не стал рекомендовать его. Только в случае, если у вас уже полный гардероб, и вам просто понравилась модель, то вперед. Но на мой взгляд, такой свитер надо носить расстегнутым наполовину. Так он приобретает вид и кэжуал стиль. Некоторым нравится этот стиль, но лично мне не заходит. Хорошо, вот свитер с горлом на молнии, это уже современная классика. И на мой взгляд, это отличный образ. Такой свитер является кэжуал из-за застежки, но он очень похож на такой же свитер, только с пуговицами. Свитер с пуговицами будет более нарядным, но они оба являются кэжуал, потому что это полноценный свитер. Очень похож на свитер с вырезом, но не такой нарядный и универсальный. При этом это настоящая современная классика. Поэтому если вы присматриваете себе что-то, что можно надеть поверх рубашки, и при этом выглядеть профессионально в штанах и туфлях, путешествуя в самолете или передвигаясь на машине, использовать как дополнительный слой, чтобы было теплее, то такой свитер с горлом на молнии или пуговицах вполне подойдет. Говоря о слоях, давайте взглянем на вязанный жилет. Эти жилеты, это разнообразие обычных жилетов. Их не часто встретишь. Как по мне, они не выглядят круто, если они не используются как дополнительный слой. Хотя Джим Трессел смог это сделать. Но, тем не менее, вязанные жилеты существуют. Не думаю, что они подойдут большинству мужчин, но некоторые смогут найти им применение у себя в гардеробе. Давайте обсудим свитер Пола. На мой взгляд, свитер Пола сам по себе хорошо смотрится. Он появился как разновидность пола-рубашки. Просто использовали шерсть. Но, на мой взгляд, Пола-свитер в сочетании со спортпиджаком, блейзером или короткой курткой, главное не надевать еще один свитер сверху, будет отличной комбинацией. И есть еще одно но, касательно свитера Пола. С ним надо носить футболку, потому что свитеры хорошо впитывают пот и запахи. Поэтому вы точно не хотите испортить свитер, просто не надев под него футболку.